Всем добрый день! Сегодня у нас 20 октября, пятница. У меня выходной. Завтра работаю. Длинный день. Так, время уже полтретьего. А я только в девять встала, позавтракала, кофе попила. Вот сходила в магазин. Вот так посмотрела. Впереди выходные, продуктов мало. Так, сейчас покажу, что купила. Ну, шампунь-бальзам купила. Вот такой вот запасной. Мне нужен, по-моему, бальзам зелёное яблоко. Но там пока нет. Надо в другой магазин идти. Так, гречки по скидке купила килограмм. Сгущёнку купила по скидке. Ну, просто пусть будет в запасе. Сметана. Сервелат. Вот кусочек взяла. Сыр вот такой я люблю из Мордовии с лисичками. Ну, бывает с орехами, с топлёным молоком. Петелинку. Десяток взяла. Три бёдрышка. Пожарь сегодня. Десяток яиц. Батончики взяла. Конфетки. И вот мое любимое лечение. Куравье. Бананы. Яблоки. Помидоры красные, крупные. Тут, наверное, килограмм, если не больше. Огурцы только вот такие были длинненькие. Маленькие были какие-то засохшие. Бананчик взяла. Тоже на работу брать можно. Вот бутерброды буду на работу брать. С колбаской. Ну, сыр. Огущенка так и на запасе постоит. Так, я даже не посмотрела чек, сколько я потратила. Ну, чисто по ощущениям, ну, может быть, две с половиной тысячи потратила. Потому что только шампунь бальзамная на 600 рублей и всё вместе. И остальное на две тысячи. Хотела посмотреть, но не успела. Чек не взяла, по-моему. Нет, чек не взяла. Посмотреть ещё в телефоне ещё не посмотрела. Ну, по ощущениям, две с половиной тысячи отдала. Так, на улице плюс шесть. Погода пока более-менее нормальная. Я вот сейчас вышла. Ну, так пасмурно. Дождя пока нет. Кстати, у меня вот три пачки творога лежат. Я вот думаю, может сырники сделать. Или уж воскресенье сделать, выходной. Это я тут на завтра уже бутерброды положила на работу. С сыром и с грудинкой с остатками. Так, тут у меня капусту. Вот сколько дней уже собираюсь. Йогурт забыла купить, на работу брать. Ну, всё, сразу не купишь, тяжело тащить. Так, ну ладно. Так, вот десяток иис. И ложу потом. Курочку пока сюда поставлю. Вообще я пожарю вечером. Сметана есть, но она быстро заканчивается. Сметанка идёт у нас в салат. Идёт она у нас с сырниками. С творогом. Одной рукой-то несподручно. Ой, бля. Стукнулась в башню. Пока там другой не доели. Не буду открывать пока. Так, ну всё, по-моему. Так, чё ещё в холодильник убрать? Там ещё два мелких яблока валяются. Это едим всё я. А помидорка тут одна есть. Из баклажанов ещё ничего не сделала. А бурочка два вот лежат. Маленьких. Так, вот огурцы. Помидорки. Тоже две ещё есть. Розовая из предыдущего захода. Так, всё, что ладно. Всё, что можно убрать в холодильник. Я убрала гусёнку сюда. В прошлый раз оливки купила. Про запас. Ну вот пачку гречки взяла. Тоже пусть будет. Единственное, что я забыла. Манку забыла взять. Вот так всегда. Короче, на память уже. Бананы помыть надо на стол положить. Пусть лежат. Батончики, может, на работу отнесу. Печеньки дома. Так, шампунь, бальзам. Запасные. Я там начала чёрным съёз. А вот такой у меня шампунь есть. Мне ещё к нему бальзам надо купить. Там, кстати, шампунь есть, а бальзама такого нет. Я, правда, не очень хорошо смотрела. Надо было там порыться. А видите, у меня там есть такой же вот шампунь. Тут уже ставить некуда. А куда убрать? Ну ладно, вроде поместилось. Так что у меня три комплекта шампуней. Только зелёный бальзам надо купить. Мне кажется, я видела в этом супермаркете. Да, в следующий раз куплю. Так, всё. Магазин сходила. Продукты купила. Полквартиры вчера муж убрал. Мне надо в большой комнате сегодня убраться. Ну там только пропылесосить, пол протереть и пыль. Ну ещё, может быть, сантехнику почищу. И будет у нас чисто. Завтра в субботу работаю допоздна. Некогда будет. В воскресенье будем отдыхать. В кино, может быть, сходим. Там полно фильмов новых. Даже не знаю, на какой сходить. Посмотрим. Может, на сказку сходим. А если он начался, а если ещё не начался. В общем, не знаю. Может, сходим куда-нибудь. Понедельник я, наверное, работаю. Во вторник отдыхаю. В среду работаю. Ну и так далее. Так. Следующий вторник останется ровно три недели до отпуска. Мне уже там надо будет заявление на отпуск писать за две недели. Напишу, отнесу, отдам. Может, первого. Тридцать первого возьму бланк и напишу. Я работаю как раз. По-моему, это будет... Не помню, какой день. Тридцать первое. Понедельник, что ли, или вторник. Сейчас посмотрим, когда мне... Да. Тридцать первого вторника работаю. Возьму бланк и напишу заявление. Первого съезжу в центр, отвезу, прогуляюсь. Мне тем более там на Сухаревской магазин надо заскочить. Просто с деньгами немножко проблема. А, зарплата как раз придёт. Вот. И второго... Второго... Ну, то есть я первое заявление отвезу. И там ровно две недели до отпуска. Но у меня шестнадцатого. В общем, надо второго отвозить. Но второго я работаю. Перед работой не хочется нервничать. И так впритык приезжаю. Опоздаю. Кто там за меня будет сидеть. Ладно. Лучше первого спокойно отвезу. Прогуляюсь там в центре. Похожу. Может быть, в магазин проеду. Посмотрю кое-чё. Что мне там надо. Кстати, у нас под окном, по-моему, телевидение. Что-то снимают. Я только одно слово прослышала. То ли жалобы, то ли проблемы. Всё, уехали. Это, по-моему, как я поняла, по-моему, жаловался мужик. Вот там у нас самая крайняя машина серебристая стоит. Это место для инвалидов. Вот, по-моему, этот мужик, инвалид, по-моему, он жаловался. Просто вот это место парковочное для него сделали, для инвалида. А оно частенько бывает занято другими машинами. По-моему, это он жаловался. Если я, конечно, ничего не путаю. Но неважно. Погода хорошая, но в том смысле, что лес красивый, такой рыжий. Вообще осень люблю. Конечно, не такую мокрую промозглую. Хотя тоже. Такую тоже люблю, только в окно смотреть. А гулять люблю в сухую, солнечную погоду. Ну, пусть там чёрная туча ходит. Но чтоб только было то солнышко, то тучи. Потому что сухо было. И более-менее тепло, хотя бы 10 градусов. Так, ладно. Окно-то открывать уже холодно. Одно дело проветрить, и совсем другое дело в окно выглядывать. Сейчас уже надо пореже выглядывать-то. Вообще осень люблю. Красиво на улице. Особенно вот в парке. Вот видите, когда мне в парке гулять? Пока проснулась. Пока позавтракали, кофе попили. Пока туда-сюда. Магазин сходила. И всё, за время 3 часа. Блин, сейчас какая-то передача там интересная будет. Хотела посмотреть. То ли, по-моему, к Малахову сегодня, по-моему, придёт Татьяна Буланова. Что-то они там будут рассказывать про концерт, который посвящён был Юрию Штунову. Она там пела его песню. Ну, там многие пели. И Шаман там пел. Короче, там такая проблема возникла, что вот этот бывший руководитель Ласкова Майя, разин из-за океана, им там что-то якорь-то угрожает. Ну, он не он, но через каких-то там лиц, ну, как бы не одобряет то, что они поют песни Штунова. А кто он такой, вообще непонятно. Куда он лезет вообще? Права на все песни у жены Штунова или даже у сына, я точно не знаю. Короче, он никакого отношения, он в суд проиграл и всё равно там что-то вякает за океаном. В общем, кошмар какой-то. Хотела посмотреть, вот сейчас через 15 минут будет. Я, наверное, сейчас чайку себе заварю. Купила ещё, кстати, мороженое. Шоколадная коровка из Кореновки. Сейчас я, наверное, съем мороженку, кофе, чай зелёный заварю. Кофе я уже пила два раза, не хочу больше. Вредно много. Короче, я сейчас попью чайку с мороженкой. Выложу витё. Потом буду в комнате убираться. Так, в комнате быстренько. Ну, уборку сделаю. Потом, наверное, посплю часок. Потом буду ужин готовить. На ужин закину в рис мультиварку. И курочку пожарю. Вот сейчас думаю, может мне курочку замариновать пока. Пусть она в маринаде лежит. Надо помыть её, замариновать. И пусть она лежит. Потом я её просто на сковородку выложу, пожарю. Наверное, сейчас так и сделаю по-быстренькому. Короче, у меня сегодня только... С утра доели всё, что там осталось. Картошку вчерашнюю. По блинчику. Грудинка там была. Сыр. Вот это всё доели. Гречка, по-моему, осталась. Вечером я, наверное, гречку с молоком поем перед сном. А может, на завтра оставлю. Вчера с работы пришла. Чай с мёдом попила. Съела полгруши, яблоко. И потом думала, думаю, может, творожку поесть. Я-то бы наелась творожку. Ну, мужу погрела кашу, гречку. Он с молоком не ест. А я себе с молоком сделала. Ну, кинула туда в кружку. Налила молока чуть-чуть. Кусочек масла бросила. Сахаром посыпала. В микроволновке... Ой, в микроволновке, да, погрела. И нормально. Что там, много не надо. Поела и всё на ночь. Ну, такое что-то лёгкое. Я на ночь мясо не ем, естественно. Потом не уснёшь. Так, ладно, ребятки, всё. Пойду я делами заниматься. Болтать хорошо. Ну, надо ещё и дела делать. Видите, какая погода на улице пасмурная. Так, ладно, всем пока-пока. Ну, если что-то буду делать вечером, может быть, ещё видео сниму. Пойду отдыхать и делами заниматься. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.